ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВКУСНОЕ РАССЛЯДОВАНИЕ Привет-привет! В эфире Егор Поварёшкин, а значит впереди новое вкусное разоблачение, то есть расследование. Передо мной стакан с горячим молоком. Как только простужусь, меня заставляют его пить. Знакомая ситуация, правда? Но если добавить в молоко ложку мёда или малинового варенья, получается вкусный коктейль. А вообще говорят, что это самое древнее лекарство в мире, потому что содержит большое количество полезных веществ. Проведём расследование и узнаем о молоке как можно больше. Итак, открываем личное дело. Первое упоминание об этом продукте появилось ещё пять тысяч лет назад. Люди пили молоко верблюжья, козья, кобылья и буйволиная. Историки говорят, что древнегреческий учёный по имени Гиппократ первым начал лечить людей этим полезным напитком. Учёные посчитали, что за всю жизнь человек выпивает около десяти тысяч литров коровьего молока. Вперёд! Отправляемся туда, где живут коровы. Смотрите, вот это большое здание и есть дом для коров. Называется хлев. Внутри светло и очень чисто. За каждой бурёнкой внимательно приглядывают ветеринары и зоотехники. Бурёнок моют, им дают витамины, делают нужные прививки. Зимой в холода коровки находятся в тёплом хлеву, где у них есть свежая вода и сено. Они не выходят на мороз, но помещение постоянно проветривается. А летом коров выпускают на лужок попастись, пожевать свежезелёные травки и погреться на солнце. В старину корову доили вручную. Это был тяжёлый кропотливый труд. У доярок болели от напряжения руки. К тому же бурёнка с вредным характером могла копытом легнуть ведро и разлить надойное молоко. Теперь всё иначе. На каждой молочной ферме есть умный робот-дояр, у которого электронные руки, и они никогда не устают. А чтобы коровам было нескучно стоять, во-первых, им включают музыку, да непростую, классическую. А во-вторых, здесь стоит карусель. Правда. Она медленно вращается, и за один круг робот успевает подоить нескольких бурёнок. Добросовестный автоматический дояр собирает всё собранное сзади молоко в большую цистерну. С фермы оно уедет на завод. Там его пастеризуют, чтобы прогнать вредные бактерии, а потом разольют в упаковке или отправят на другую фабрику, где делают сыр, творог, сметану, мороженое и другие вкусные молочные продукты. Мой знакомый доктор говорит, что молоко особенно полезно для детей. В нём много кальция и микроэлементов, например, йода и железо. Всё это нужно, чтобы зубы и кости были крепкими, а зрение хорошим. Одним словом, пейте, дети, молоко, будете здоровы! Пока! С вами был Егор Поварёшкин. Вкусное расследование